КНЕГАРНЯ КАВЯРНЯ КНЕГАРНЯ 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 ЧЕМАРНЯ КНЕГАРНЯ 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 КАНАЛ Она привлекательна по-своему. И дети, и взрослые любят сказки. Я вам скажу, что приходят, как правило, целыми семьями, с бабушками, с дедушками, мамами, папами. И я вижу, как взрослые воспринимают. Для них тоже час, максимум час-час пятнадцать проведенных в зале. Это положительный заряд эмоций. Не то, что на целый день, а на все последующие дни рабочей недели. Ну, в всяком случае, я вижу, что хочется людям приходить и получать вот этот заряд радости и бодрости. Но, вернувшись к вашему вопросу, скажу, что основа все-таки сказка. Я делаю программу по мотивам той или иной сказки. Дополняю, конечно, в филармонии. Здесь же это абсолютно другая идея. Расскажите об этой программе. Я написала либретто, то есть полностью сюжет этого спектакля, концерта. Мною написан. То есть он придуман, сочинен и создан действительно вот такой спектакль, в котором есть музыка, есть слово, есть... Экскурс в историю, в историю музыки, в историю инструмента. Да, и при этом мы используем возможности театра. Это, ну, поскольку это именно театральный проект, такого в Одесской опере не было. Ну, может быть, не очень скромно, но замахнемся вот на такую масштабную тему. И скажем, что ни в одном взрослом оперном театре Украины такого проекта нет. А именно в Одесской опере мы предлагаем вот такую большую программу, которую назвали «Одесская опера детям». Речислите, пожалуйста, что там находится для тех, кто не видел и не знает. И видеоинсталляции у вас есть. И живой оркестр у вас есть на сцене. Продолжайте. Еще есть театрализованные элементы, которые привносят в это действие именно ощущение спектакля, сюжета. Потому что у нас есть волшебная палочка. Для малышей это замечательный ход, и мы оживляем зал. Он вдруг начинает играть всеми красками радуги. Мы оживляем музыкальные инструменты. Собственно, звучание оркестра. И вот этот момент волшебства, сказочности, который в обыденную нашу жизнь сразу превращает вот в какое-то необыкновенное волшебство и сказку. И вот в этом таком удобном формате мы и что-то серьезненькое. Вот что-то такое, чтобы привлекло... Немножечко, по чайной ложечке. Да, немного. Вот. У нас есть король Людовик XIV, который посещает нашу программу. В самой парадной своей одежде. Конечно. Конечно. У нас есть очаровательный кот Маэстро Амати, который танцует на музыку Лероя Андерсона. Вальсирующий кот. Вот. Я уже придумала следующую программу, которую вот мы будем 14 мая, возможно, будет в репертуаре. А 1 июня так обязательно к Международному дню защиты ребенка будет эта программа. Да, так что, дорогие друзья, вы следите за афишей спектаклей данного цикла концертов на страницах газеты «Одесская жизнь», а также на сайте «Одесской оперы», где всегда, если есть какие-то изменения, они корректируются, об этом оповещаются. Да, обязательно. И вот уже какие-то новые детали будут дополнены. дополнять следующие программы. У нас... То есть это будет не такой же концерт, а немножечко... Основа будет сохраняться, но будут некоторые детали, которые добавят еще больше оригинальности, каких-то очень неожиданных, таких свежих поворотов в сюжете, и еще больше увлекут публику, которая, я надеюсь, останется довольна этой программой. Так вот, о проекте, который вы спросили, «Одесская опера детям», в чем его главная задача, в чем его суть? Ведь нужно нам готовить публику. Интеллигентную. Интеллигентную, грамотную, образованную, которая будет любить театр, будет понимать театр и знать театр. То есть у нас совершенно конкретная задача была поставлена руководством, генеральным директором, Надеждой Матвеевной-Бабич, огромное спасибо руководству театра за то, что была вот такая дана возможность проявить свои знания, умения в этой области, которые накопились за многие годы. Воспитать будущего зрителя. Вот, это самое главное. Мы думаем о завтрашнем дне. Кто придет завтра в театр? Чтобы это были действительно всесторонне образованные люди, которые будут готовы воспринимать то, что мы им пытаемся показать, рассказать в театре. И это очень важно. Так вот, в чем особенность этого проекта? Его масштабность. Первый сегмент этого проекта, с которым вы познакомились, и ваш, так уже знаю, очаровательный сын, называется «Путешествие в оркестр». Это знакомство, как мы говорили, с музыкальными инструментами, с историей, оркестром, и всем, что связано с инструментальной оркестровой культурой в истории музыки. И рассчитана эта программа, как минимум, будет на две возрастные категории. Вот, на 6+, и 12+. Следующую программу я буду анонсировать и представлять публике уже в августе, в новом театральном сезоне. Более сложная программа, сложное музыкальное будет наполнение, текст музыкальный будет, конечно, другой, более сложный, с учетом возраста. И опять-таки, будет с учетом подросткового возраста нюансы по сюжету, по вот этому спектаклю, концерту, который будет понятен, интересен и будет восприниматься. Второй сегмент этой программы мы назвали «Путешествие в оперу». Также будет две возрастные категории для малышей и для детей постарше. Но вот как рассказать о таком сложном явлении в истории музыкальной культуры, о таком синтетическом явлении, как опера? Самый сложный жанр. Вот как найти этот ключик к сердцам детей, чтобы им было понятно, интересно и увлекательно? Время одной беседы, простите, перебью вас с вашим режиссером Оксаной Тараненко. Она говорит, что детям нужно рассказывать об опере посредством детей. Конечно. Поэтому в вашем театре есть детская опера. У нас есть детская опера очаровательная, которую поставила Оксана Сергеевна Тараненко, наш главный режиссер. Называется «Изумрудный город». Это прекрасный материал, отталкиваясь от которого, основываясь на котором, мы будем строить эту программу. У нас еще и детки принимают в опере «Кармен». У нас в «Пиковой даме» есть детские хоры. То есть мы будем и говорить о детской опере. Ну и в вашей программе детский хор участвует. Конечно. А как же без детского хора? Будут и солисты, и хор, и солисты нашей оперы. Будут фрагменты из самых ярких оперных спектаклей нашего театра, которые будут объединены общей идеей. И у меня обязательно тоже будет один или два соведущих, которые будут задавать вопросы, которые мог бы задать любой ребенок, находящийся в этот момент в зале. То есть вот в этом и есть поворот такой, и заинтересованность в сюжете, в развитии сюжета, что есть момент включения. Ну вот это взаимосвязь, интерактив. Конечно. Интерактив. Да. Возможность задействовать зал и включать в интерактивный процесс – это самое основное. Вы знаете, это и для взрослой аудитории очень важно. Тогда есть вот эта живая такая атмосфера в зале, которая сразу включает публику. Но если мы говорим… Ну и заставляет ребенка задуматься. Что это за интерес? Конечно. А для детской аудитории это просто, ну вот, наверное, процентов 80 успеха, когда есть вот этот вот момент контакта. Ну, вы сами слышали и видели, отвечали на вопросы. Даже был момент, когда, значит, ползала ответила, что они знают, как ответить на вопрос, а ползала не знает, как ответить на вопрос. И они между собой стали выяснять вот этот момент, да, такого легкого конфликта. Это замечательно, это было прекрасно, потому что они увлеклись… Снимает напряжение. Да, это снимает какую-то вот такую ненужную театральную, не то что атмосферу напряжения, но вот такой, знаете, как раньше говорили, сойти с Катурна. В Катурны это такие специальные, да, такие подставки, которые одевали артисты в древней греческой трагедии. Так вот, ну, проще, проще, доступнее, понятнее, чтобы это было весело, интересно, и хотелось прийти еще раз. Потому что для многих, знаете, оперный театр – это как что-то такое, вау, такое какое-то, дайте, что-то закрытое и недоступное. Ну, я надеюсь, что эти времена давно прошли, когда было такое отношение к театру, потому что он действительно очень демократичен, он открыт для всех возрастов, посетителей, зрителей, и для каждой возрастной категории придумывают что-то особое, интересное, привлекательное. Вот, продолжая то, о чем мы с вами говорим, вот, путешествие в оперу мы планируем… Это будет следующее. Да, в августе, это будет в начале для малышей путешествие в оперу, а следующее, третье направление – это путешествие в мир балета. Уже я придумала сюжет, что это будет за история, будет история маленькой балерины, которая будет постигать все азы вот этого сложного мира танца, насколько это колоссальный труд, какая должна быть самоотдача, какое должно быть преодоление себя во многих моментах, чтобы потом выйти на сцену и с легкостью крутить фуэте. То есть есть такой драматизм? Есть внутренний… Конечно, потому что во всех историях, которые мы будем рассказывать нашим зрителям, есть вот эта внутренняя драматургия. Без него не получится спектакль. Пусть этот сюжет небольшой, может быть, да, для малышей, история с дирижерской палочкой и оживлением музыкальных инструментов, это легко, понятно, доступно. После первого концерта какие знания дети должны вынести? Ну, как минимум, да, вот они должны понять, что оркестр – это сложный музыкальный организм, большой музыкальный инструмент, который состоит из основных групп инструментальных. Это группа деревянных духовых инструментов. И эта группа была представлена, несколько слов об истории было сказано, и каждый из основных представителей флейта «Габо» и «Кларнет Факот», они прозвучали в сольном исполнении, и уже в этот момент, да, на видеоинсталляции был показан музыкант, играющий на этом инструменте. Уже произошло закрепление образа, звука, характера, знакомство с деревянными духовыми инструментами. Затем мы коснулись истории струнощепковых инструментов, немножко истории арфы, да. Мы познакомились с таким экзотическим инструментом, как флейта пана. И, надо сказать, вот я была рада пригласить Вениамина Мазура. Он занимался у меня в музыкальном училище, как хормистер закончил, прекрасный музыкант. Ну, вот он освоил этот инструмент, и уже лауреат многих международных конкурсов, он великолепно владеет именно вот этим древним инструментом, флейта пана. Она звучала у нас в концертной программе. Невозможно не влюбиться. Он очаровывает совершенно. То есть ты просто как завороженный слушаешь этот инструмент. Но самое интересное, вот как провести эту параллель от флейты пана к органу, который есть у нас в театре. Ведь мы богаты действительно еще и тем, что у нас есть орган, а не во в каждом оперном театре есть такое богатство. То есть мы действительно... И есть музыкант, который умеет играть на этом. Конечно. И вот, кстати, забегая немножко вперед, хочу сделать такой небольшой анонс, что вот мы с июня месяца представим одесской публике новый проект именно органных концертов, который будет состоять из произведений украинских композиторов. Это колоссальная палитра, очень интересная. Множество произведений написано и нашими современниками, и композиторами 20-го, конца 19-го века для органа. Именно украинскими композиторами созданы интереснейшие произведения для этого инструмента. Не только для соло-органа, но и для ансамбля. Допустим, орган и вокал. Ансамбль инструментальный, орган и оркестр. Палитра просто разнообразнейшая и очень интересная. И вот мы эту тему тоже будем развивать. Но вернувшись к нашей теме, очень важно было для меня выстроить так программу, чтобы были вот эти понятные мостики исторические между флейтой паной, который десятки тысячелетий, и органом, который тоже достаточно взрослый инструмент по возрасту. И до сих пор мы все это слышим. Действительно, музыка – это как машина времени, фантастическая машина времени. Слушая этот инструмент, мы можем перенестись в любую эпоху. И вот это тоже должны были они понять, услышать и в этом убедиться. И чтобы им захотелось слушать музыку и переноситься в любую эпоху, фантазировать, развивать свою фантазию. Потому что развитие фантазии – это развитие творчества. А если человек развивается творчески, значит, он все время идет вперед. Значит, ему все время интересна жизнь, ему интересны новые знания, новые навыки, новое общение, вот этот коммуникативный момент, который дает театр и эта программа. Идем дальше. Ведь дети могут прийти вместе с друзьями своими на этот концерт и уже после обсудить не мультфильм какой-то, с какими-то квадратными человечками, а вашу программу. Более того, вот сразу скажу, мне позвонила одна мамочка и сказала, вот, услышав, как кларнет, если я не ошибаюсь, очаровательно сыграл песенку «Веселый жук» из «Золушки». Помните этот фильм 50-х годов? Да, я бы напела на него. Да, совершенно великолепный. И вот она поблагодарила за то, что, напомнив вот эту тему, эту мелодию, они пришли всей семьей домой после концерта, нашли в интернете этот фильм и с удовольствием его пересмотрели. То есть вот это была тоже одна из важнейших задач, чтобы был импульс, который вызовет интерес и желание потом семье провести вместе час, полтора, два, порадоваться хорошему фильму, хорошей музыке, получить удовольствие. Вот, затем мы познакомились с мирными духовыми инструментами, потом ударные духовые, ударные, прошу прощения, инструменты. А затем была, как бы, сказка в сказке. Был рассказ о струно-смычковых инструментах. Но я предложила вот такой сказочный момент. Мы как будто попали в мастерскую великому маэстро Никола Амати, у которого действительно в подмастерьях был Антонио Страдивари. И вот Антонио Страдивари у меня был вначале представлен как подмастерье, который постигает тайны создания великолепных музыкальных инструментов. И на его глазах оживают музыкальные инструменты. То есть вот действительно это театр в театре, это сказка в сказке получилась. И тогда вот затанцевал любимый колд маэстро, и ожили музыкальные инструменты. Я позволю себе зачитать, я же, ну, тоже готовилась к нашей встрече на просторах интернета, выписала одно пожелание от одной мамы. Внесите в свою программу небольшую правку для зрителей. Объясните им, пожалуйста, что хлопать надо только после того, как послушаешь произведение, потому как из-за аплодисментов нельзя было послушать музыку. Это очень правильно. Но тут, знаете, есть такой момент, с одной стороны, все-таки маленькие дети, они слушают музыку такую ритмичную, и невольно хочется поучаствовать. Тут, знаете, такой как бы правда и неправда. То есть вот есть такой нюанс, который нужно проговорить. То есть, конечно, когда звучит произведение, нужно дослушать его до конца, потом аплодировать. Это правильно. Но я вам скажу, даже Алиса, моя очаровательная соведущая, она не могла удержаться. Она немножко подхлопывала, потопывала. И, знаете, вот хотелось увлечь зал. И тут, конечно, я совершенно согласна с мамой, которая высказала такие пожелания, она абсолютно права, мы учтем. И будем более... Вы же воспитываете культурного зрителя. Конечно, мы будем более сосредоточенно и собрано вести себя, и в первую очередь Алиса будет вести себя на сцене. Я думаю, на этом мы нашу встречу пока прекратим, попрощаемся со зрителями. Я думаю, что это только начало нашего большого знакомства. Надеюсь, оно продолжится. Спасибо, что пригласили, мне очень приятно. Я напоминаю, о концертах вы можете узнать на страницах газеты «Одесская жизнь» в хорошей телепрограмме, а также на сайте «Одесской оперы». Если есть какие-то изменения, они всегда корректируются, зачем вы можете проследить всегда. С вами была программа «Кофе-брейк». Мой гость сегодня Людмила Александровна Сергеевичу, помощник генерального директора Одесского национального академического театра оперы и балета по связям с общественностью, ведущая цикла для детей «Путешествие в оркестр» в рамках проекта «Одесская опера. Дети». Не забывайте читать только хорошие книги. Всегда они представлены в книгарни-ковярни в самом широчайшем ассортименте. И тут всегда есть самый вкусный чай и кофе. Мы его любим. Всего хорошего. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин